Мы на прошлом занятии с вами продолжили изучать экономические проблемы социализма в СССР и рассмотрели раздел ответ товарищу Ноткину. Там он по пунктам отвечал товарищу Ноткину по поводу экономических проблем. Теперь следующий раздел это об ошибках товарища Ярошенко. Почему это возникла проблема и кто такой Ярошенко? Значит проблема и почему Сталин был вынужден отвечать, потому что этот Ярошенко какой-то экономист там, как он себя позиционировал. Он отправил членам политбюро письма с жалобой, что его мнение в этой дискуссии, потому что вся эта работа Сталина была построена на дискуссии об учебнике политэкономии, если вы не забыли. То есть что на этой дискуссии его обошли, мнение его никак там не учтено. И он бы хотел, чтобы ему ответили, что его точка зрения не нашла отражения в этой дискуссии. И он готов, значит, написать учебник политической экономии в течение года или полутора, если ему позволят, и дадут двух помощников. То есть и Сталин вынужден был ему ответить. И он ответил следующим образом. В чем состоит точка зрения товарища Ярошенко, которая не получила никакого отражения в названных выше документах? И он говорит, что здесь Ярошенко допустил несколько ошибок. И он рассматривает здесь в двух подразделах. В двух подразделах это первый подраздел – это главная ошибка товарища Ярошенко. И второй подраздел – это другие ошибки товарища Ярошенко. Вот мы сегодня рассмотрим главную ошибку. Здесь Сталин все время к нему обращается в тексте как «товарищ Ярошенко». Я для краткости это слово буду опускать, товарищ. Оно просто как-то будет затенять. И вот он отвечает на главную ошибку. Если охарактеризовать точку зрения Ярошенко в двух словах, то следует сказать, что она является не марксистской, следовательно, глубоко ошибочной. Главная ошибка Ярошенко состоит в том, что он отходит от марксизма в вопросе о роли производительных сил и производственных отношений в развитии общества. Он чрезмерно преувеличивает роль производительных сил, также чрезмерно преуменьшает роль производственных отношений и кончает дело в том, что объявляет производственные отношения при социализме частью производительных сил. То есть он их сливает в одно понятие – это производственные отношения и производительные силы. При этом Ярошенко согласен признать некоторую роль за производственными отношениями в условиях антагонистических классовых противоречий, поскольку здесь производственные отношения противоречат развитию производительных сил. Но эту роль он ограничивает отрицательной ролью, тормозящей развитие производительных сил, сковывающей их развитие. Других функций каких-либо положительных функций производственных отношений Ярошенко не видит. Что касается социалистического строя, где уже нет антагонистических классовых противоречий и где производственные отношения больше не противоречат развитию производительных сил, то Ярошенко считает, что здесь какая бы то ни была самостоятельная роль производственных отношений исчезает. Производственные отношения перестают быть серьезным фактором развития и они поглощаются производительными силами как часть целым. При социализме производственные отношения людей, говорит Ярошенко, входят в организацию производительных сил как средство, как момент этой организации. Какова же в таком случае главная задача политической экономии социализма? Ярошенко отвечает, главная проблема политической экономии и социализма поэтому не в том, чтобы изучать производственные отношения людей социалистического общества, а в том, чтобы разрабатывать и развивать научную теорию организации производительных сил в общественном производстве, теорию планирования развития народного хозяйства. Этим собственно и объясняется, что Ярошенко не интересуется такими экономическими вопросами, как наличие различных форм собственности в нашей экономике, товарное обращение, закон стоимости, все что мы рассматривали помните с вами в первой части, считая их второстепенными вопросами, вызывающими лишь схоластические споры. Ну схоластические знаете, что это значит. Он прямо заявляет, что в его политической экономии и социализма споры о роли той или другой категории политической экономии и социализма, стоимость, товар, деньги, кредиты и другие, принимающие зачастую у нас схоластический характер, заменяются здравыми рассуждениями о рациональной организации производительных сил в общественном производстве. Следовательно, политическая экономия без политических проблем. Ярошенко думает, что достаточно наладить рациональную организацию производительных сил, чтобы переход от социализма к коммунизму произошел без особых трудностей. Он считает, что этого вполне достаточно для перехода к коммунизму. И он прямо заявляет, что при социализме основная борьба за построение коммунистического общества сводится к борьбе за правильную организацию производительных сил и рациональное их использование. Ярошенко торжественно провозглашает, что коммунизм – это высшая научная организация производительных сил в общественном производстве. Выходит, что существо коммунистического строя исчерпывается рациональной организацией производительных сил. Из всего этого Ярошенко делает вывод, что не может быть единой политической экономии для всех общественных формаций. Что должны быть две политические экономии. Одна для досоциалистических общественных формаций, другая для социалистического строя, предметом которой должно являться не изучение производственных, то есть экономических отношений, а изучение вопросов рациональной организации производительных сил. Вот так излагает Сталин точку зрения Ярошенко. И говорит, что же можно сказать теперь об этой точке зрения. Неверная точка зрения, отвечает Сталин. И говорит, во-первых, что роль производственных отношений в истории общества ограничивается ролью тормоза, сковывающего развитие производительных сил. Когда марксисты говорят о тормозящей роли производственных отношений, то они имеют в виду не всякие производственные отношения, а только старые производственные отношения, которые уже не соответствуют росту производительных сил и, следовательно, тормозят их развитие. Но кроме старых производственных отношений, существуют новые производственные отношения, заменяющие собой старые. Можно ли сказать, что роль новых производственных отношений сводится к роли тормоза? Нет, нельзя. Наоборот, новые производственные отношения являются той главной и решающей силой, которая собственно и определяет дальнейшее, притом мощное развитие производительных сил. Никто не может отрицать колоссального развития производительных сил нашей советской промышленности в течение пятилеток. К 52-му году, вы знаете, уже несколько пятилеток прошло. Но это развитие не имело бы места, если бы мы не заменили старые капиталистические производственные отношения в октябре 2017 года новыми социалистическими производственными отношениями. Без этого переворота в экономических отношениях нашей страны производительные силы прозябали бы у нас так же, как они прозябают теперь в капиталистических странах. Никто не может отрицать колоссального развития производительных сил нашего сельского хозяйства за последние 20-25 лет. Но это развитие не имело бы места, если бы мы не заменили в 30-х годах старые производственные капиталистические отношения в деревне новыми коллективистскими производственными отношениями. Без этого производственного переворота производительные силы нашего сельского хозяйства прозябали бы так же, как они прозябают теперь в капиталистических странах. Конечно, новые производственные отношения не могут остаться и не остаются вечно новыми. Они начинают стареть и впадать в противоречие с дальнейшим развитием производительных сил. Они начинают терять роль главного двигателя и превращаются иногда в их тормоз. Тогда на место таких производственных отношений, ставших уже старыми, появляются новые производственные отношения, роль которых состоит в том, чтобы быть главным двигателем дальнейшего развития производительных сил. Вот так он рассматривает взаимоотношения производственных отношений и производительных сил. Это своеобразие развития производственных отношений от роли тормоза этих сил к роли главного их двигателя вперед и от роли главного двигателя к роли тормоза составляет один из главных элементов марксистской материалистической диалектики. Это знают теперь все. Этого не знает, оказывается, Ярошенко. Второе, что неверно в точке зрения Ярошенко, это то, что самостоятельная роль производственных, то есть экономических отношений исчезает при социализме. Что производственные отношения поглощаются производительными силами. Что общественное производство при социализме сводится к организации производительных сил. Марксизм рассматривает общественное производство как целое, имеющее две неразрывные стороны. Это производительные силы общества, то есть отношения общества к природным силам, в борьбе с которыми оно добывает необходимое материальное благо. Вот это производительные силы. И производственные отношения, это отношения людей друг к другу в процессе производства. Это две различные стороны общественного производства, хотя они связаны друг с другом неразрывно. И именно поэтому, что они являются различными сторонами, они могут воздействовать друг на друга. Утверждать, что одна из этих сторон может быть поглощена другой и превращена в ее составную часть, значит серьезнейшим образом согрешить против марксизма. И далее Сталин приводит такую цитату, можно сказать, из Маркса. Маркс говорит, в производстве люди воздействуют не только на природу, но и друг на друга. Они не могут производить, не соединяясь известным образом для совместной деятельности и для взаимного обмена своей деятельностью. Чтобы производить, люди вступают в определенные связи и отношения, и только через посредство этих общественных связей и отношений существует их отношение к природе, имея место производства. И делает такой вывод из этого, что следовательно, общественное производство состоит из двух сторон, которые при всем том, что они неразрывно связаны друг с другом, отражают все же два ряда различных отношений. Отношение людей к природе, то есть это производительные силы, и отношение людей друг к другу в процессе производства, то есть производственные отношения. Только наличие обеих сторон производства дает нам общественное производство в целом. При этом все равно идет ли речь о социалистическом строе или о других общественных формациях. Ярошенко, очевидно, не вполне согласен с Марксом. Он считает, что это положение Маркса неприменимо к социалистическому строю. Именно поэтому он сводит проблему политической экономии и социализма к задаче рациональной организации производительных сил, отбрасывая прочь производственные экономические отношения и отрывая от них производительные силы. Вот таким образом он убеждает читателей в том, что точка зрения Ярошенко неверна. Далее он говорит, каждая общественная формация, в том числе и социалистическое общество, имеет свой экономический базис, состоящий из совокупности производственных отношений людей. Встает вопрос, как обстоит дело у Ярошенко с экономическим базисом социалистического строя. Как известно, Ярошенко уже ликвидировал производственные отношения, как более или менее самостоятельную область, включив то малое, что осталось от них в состав организации производительных сил. Спрашивается, имеет ли социалистический строй свой собственный экономический базис. Очевидно, что поскольку производственные отношения исчезли при социализме, как более или менее самостоятельная сила, социалистический строй остается без своего экономического базиса. Следовательно, социалистический строй без своего экономического базиса получается довольно веселая история. Товарищ Ярошенко считает, что очевидно, такое возможно. Ну а марксизм считает, что таких общественных строев не бывает на свете. И неверно, наконец, в-третьих, точка зрения Ярошенко состоит в том, что коммунизм есть рациональная организация производительных сил, что рациональная организация производительных сил исчерпывает существо коммунистического строя, что стоит рационально организовать производительные силы, чтобы перейти к коммунизму без особых трудностей. В нашей литературе имеется другое определение, другая формула коммунизма, а именно ленинская формула. Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны. Ярошенко, очевидно, не нравится ленинская формула и он заменяет ее своей собственной, самодельной формулой. Коммунизм это высшая научная организация производительных сил в общественном производстве. На эту формулировку Ярошенко приводит такие соображения. Во-первых, никому неизвестно, что из себя представляет эта рекламируемая Ярошенко высшая научная или рациональная организация производительных сил. Каково ее конкретное содержание? Он десятки раз повторяет эту мифическую формулу в своих речах, в своем письме на имя членов Политбюро, но нигде ни единым словом не пытается разъяснить, что собственно следует понимать, как и под понятием рациональной организации производительных сил, которая якобы исчерпывает собой сущность коммунистического строя. Во-вторых, если уж сделать выбор между двумя формулами, то следует отбросить не ленинскую формулу, а так называемую формулу Ярошенко, явно надуманную и не марксистскую. Ярошенко думает, что стоит добиться рациональной организации производительных сил, чтобы получить изобилие продуктов и перейти к коммунизму, перейти от формулы каждого по труду к формуле каждому по потребностям. Это большое заблуждение, изобличающее полное непонимание законов экономического развития социализма. Ярошенко слишком просто, по-детски, просто представляет условия перехода от социализма к коммунизму. Он не понимает, что нельзя добиться ни изобилия продуктов, могущего покрыть все потребности общества, ни перехода к формуле каждому по потребностям, оставляя в силе такие экономические факты, как колхозная групповая собственность, товарное обращение и тому подобное. Он не понимает, что раньше, чем перейти к формуле каждому по потребностям, нужно пройти ряд этапов экономического и культурного перевоспитания общества, в течение которых труд и средства поддержания жизни будет превращен в глазах общества в первую жизненную потребность, а общественная собственность в незыблемую и неприкосновенную основу существования общества. То есть, для того, чтобы перейти к коммунизму, нужно решить целый ряд экономических и культурных проблем, и прежде всего, чтобы труд стал не только средством поддержания жизни, но он перешел в необходимую жизненную потребность трудящихся, чтобы потребность была трудиться, а не выживать. Ну и что общественная собственность должна составлять неприкосновенную основу существования общества. Для того, чтобы подготовить действительный, а не декларативный переход к коммунизму, нужно осуществить, по мнению Сталина, по крайней мере, три основных предварительных условия. Вот интересно, какие считает Сталин необходимые условия, чтобы переходить к коммунизму от социализма. Первое условие. Необходимо прочно обеспечить не мифическую рациональную организацию, как утверждает Ярошенко, а непрерывный рост всего общественного производства с преимущественным ростом средств производства. То есть, нужно, чтобы был непрерывный рост производства общественного. Преимущественный рост средств производства необходим не только потому, что оно должно обеспечить оборудованием как свои собственные предприятия, так и предприятия всех остальных отраслей народного хозяйства, но и потому, что без него вообще невозможно осуществить расширенное воспроизводство. То есть, первое условие – это расширенное воспроизводство. Второе условие, необходимое для перехода к коммунизму, которое нужно выполнить – это то, состоит в том, что путем постепенных переходов, осуществляемых с выгодой для колхозов и, следовательно, для всего общества, поднять колхозную собственность до уровня общенародной собственности. А товарное обращение, которое связано, как мы помним, непосредственно с колхозным производством, а товарное обращение… Сбился, извините. Путем постепенных переходов заменить системы продукта обмена. То есть, от товарного обращения, которое еще существовало при социализме, нужно переходить к продукта обмену. Это очень важная мысль. И при этом, чтобы центральная власть или другой какой-либо общественно-экономический центр мог охватить всю продукцию общественного производства в интересах общества. Ярошенко ошибается, утверждая, что при социализме нет никакого противоречия между производственными отношениями и производительными силами общества. Конечно, наши нынешние, на тот период 52-го года, производственные отношения переживают такое время, когда они вполне, соответствуя росту производительных сил, двигают их вперед семимильными шагами. Но было бы неправильно успокаиваться на этом и думать, что не существует никаких противоречий между нашими производительными силами и производственными отношениями. Противоречия, безусловно, есть и будут, поскольку развитие производственных отношений отстает и будет отставать от развития производительных сил. То есть, всегда производительные силы идут опережающим темпом развития. При правильной политике руководящих органов эти противоречия не могут превратиться в противоположность. И дело здесь не может дойти до конфликта между производственными отношениями и производительными силами. Другое дело, если мы будем проводить неправильную политику, вроде той, которую рекомендует Ярошенко, в этом случае конфликт будет неизбежен и наши производственные отношения могут превратиться в серьезнейший тормоз дальнейшего развития производительных сил. Поэтому задача руководящих органов состоит в том, чтобы своевременно подметить нарастающие противоречия и вовремя принять меры к их преодолению путем приспособления производственных отношений к росту производительных сил. Это касается прежде всего таких экономических явлений, как групповая колхозная собственность, товарное обращение. Конечно, в настоящее время эти явления с успехом используются нами для развития социалистического хозяйства. И они приносят нашему обществу пользу. Несомненно, что они будут приносить пользу и в ближайшем будущем. Но было бы непростительной слепотой не видеть, что эти явления вместе с тем уже теперь начинают тормозить развитие наших производительных сил, поскольку они создают препятствия для полного охвата всего народного хозяйства, особенно сельского хозяйства. И причем полного охвата государственным планированием. Очень важно, чтобы было качественное государственное планирование. Не может быть сомнения, что чем дальше, тем больше будут тормозить эти явления дальнейший рост производительных сил нашей страны. И потом история показала, что недостатки планирования очень здорово повлияют на развитие нашей страны. Следовательно, подводит итог этой мысли Сталин, задача состоит в том, чтобы ликвидировать эти противоречия путем постепенного превращения колхозной собственности в общенародную собственность и введения продукта обмена непременно в порядке постепенности вместо товарного обращения. То есть, то, что у нас не было сделано после смерти Сталина, то есть, переход от товарного обращения к продукту обмену был ликвидирован, к сожалению. Ну и третье условие, по мнению Сталина, для перехода от социализма к коммунизму, состоит в том, что необходимо добиться такого культурного роста общества, который бы обеспечивал всем членам общества всестороннее развитие их физических и умственных способностей, чтобы члены общества имели возможность получить образование, достаточное для того, чтобы стать активными деятелями общественного развития, чтобы они имели возможность свободно выбирать профессию, а не быть прикованными на всю жизнь в силу своего существующего разделения, в силу существующего разделения труда какой-либо одной профессии. Было бы неправильно думать, говорит Сталин, что можно добиться такого серьезного культурного роста членов общества без серьезных изменений в нынешнем положении труда. Для этого нужно, прежде всего, сократить рабочий день, по крайней мере, до шести, а потом и до пяти часов. То есть, эта мысль, которую проводит РПР, она еще, видите, была и у Сталина существовала. Это необходимо для того, чтобы члены общества получили достаточно свободного времени, необходимого для получения всестороннего образования. Для этого нужно далее ввести общеобязательное политехническое обучение, необходимое для того, чтобы члены общества имели возможность свободно выбирать профессию и не быть прикованными на всю жизнь к одной какой-либо профессии. Для этого нужно дальше коренным образом улучшить жилищные условия и поднять реальную заработную плату рабочих и служащих минимум вдвое, если не больше, как путем прямого повышения денежной зарплаты, так и особенно путем дальнейшего систематического снижения цен на предметы массового потребления. Это такая деятельность в Престальне осуществлялась. Я еще помню на моей памяти, я застал, что 1 апреля каждого года на предметы массового потребления снижались цены. Как это достигалось? Ну, это вопрос отдельного рассмотрения, но в основном за счет повышения производительности труда и внедрения новых технологий. Но это было ежегодно, начиная где-то с 50-го или с 51-го года снижались цены на предметы. Вот три таких условия подготовки перехода к коммунизму Сталин излагает в этой работе. И далее, как бы заключая этот раздел, он говорит, что только после выполнения всех этих предварительных условий, взятых вместе, можно будет надеяться, что труд будет превращен в глазах членов общества из-за бузы в первую жизненную потребность, что труд из тяжелого времени превратится в наслаждение, что общественная собственность будет расцениваться всеми членами общества как незыблемая и неприкосновенная основа существования общества. Только после выполнения всех этих предварительных условий, ну, их три он их сформулировал, да, после выполнения этих предварительных условий, взятых вместе, можно будет перейти от социалистической формулы, то есть от каждого по способностям, каждого по труду, к коммунистической формуле, от каждого по способностям, каждому по потребностям. Это будет коренной переход от одной экономики, от экономики социализма, к другой, высшей экономики, экономики коммунизма. Как видно, дело с переходом от социализма к коммунизму обстоит не так просто, как это воображает Ярошенко. Пытаться свести все это сложное и многообразное дело, требующее серьезнейших экономических изменений, к рациональной организации производительных сил, как это делает Ярошенко, значит, подменить марксизм Богдановщиной. Вот на этом он заканчивает этот раздел о главной ошибке Ярошенко. Вот, пожалуйста, какие возникли связи с этим вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!